Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского в студии Динары Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Пожелая чета Мухаммедшина, которую из дома выгнала родная дочь, наконец-то смогла въехать в законные квадратные метры. Наконец-то, что мы домой пришли, мы уже рады. Сегодня утром в Караганде 12 тысяч единиц контрафактной продукции было раздавлено бульдозером. В преддверии Дня шахтера Аким области Вауржан Абдишев побывал на шахте Казахстанская. Пожелая чета Мухаммедшина, которую из дома выгнала родная дочь, наконец-то смогла въехать в законные квадратные метры. История, которая длилась полтора года, закончилась. Последнее судебное разбирательство вынесло решение в пользу пожилой пары. Амина Смакова подробнее. 21 августа прошло последнее судебное разбирательство, которое вынесло решение в пользу пожилой четы. Их дочь Венера на законных основаниях освободила дом своих родителей. Освободить освободила, но перед этим вынесла все вещи, оставив родителям только голые стены. Фироя Мухаммедшина за полтора года скитаний по съемным квартирам, ссор и судебных разбирательств подорвала свое здоровье. Сейчас у пенсионерки серьезные проблемы с сердцем. К тому же по возвращению домой, обнаружив, что родная дочь оставила им только табуретки со столом, не может сдержать слез. Комнаты пустые, у меня все оборвалось внутри. Неужели я не заслужила? 42 года все своими мизерными пенсиями собирала эти деньги, отдавала эти три кредита. Она хотела еще окошки вытащить. Потом увидели даже обрезанные с потолка эти люстры, эти шторы. И все равно, несмотря на такие трудности, пожилая чета не унывает. Все плохое осталось позади. Наиль и Фироя Мухаммедшины уже потихоньку обживаются в своем доме. Земляки помогают им как могут. Для себя они решили, дочь не простят никогда. Наконец, что мы домой пришли, мы уже рады. У нас уже свой угол, крыша своя. А постепенно мы возьмем и шифонерой возьмем, и все возьмем постепенно. Чего я еще хочу сказать. Оказывается, нельзя сейчас детям веять. Дети, конечно, есть и хорошие дети. Мы же люди все разные. Есть хорошие, плохие люди. Ну как нашей дочери таким-таким верить нельзя. Будьте люди, что вы в курсе были. Рамиль Менгазин, адвокат Мухаммедшина, считает, что проблему можно было решить и мирным путем. Но учитывая, что дочь потерпевших Венера упорно не хотела идти на переговоры, пришлось обращаться в суд. До того, как все это начать, конечно, были беседы с ответчиком на тему того, что ссоры из СБ не надо выносить, можно это все решить мирно. Были предложены ряд вариантов разрешения этой ситуации. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, не было услышано то, что я просил. Конечно же, можно было. Но другого варианта просто в этой ситуации уже не было. Сейчас в Мухаммедшинах собираются затеять ремонт, собрать урожай и, в общем, забыть весь тот кошмар, который случился с ними полтора года назад. Как говорят сами пожилые люди, главное – это собственная крыша над головой. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Сегодня утром в Караганде 12 тысяч единиц. Контрафактной продукции было раздавлено бульдозером. В шахтерской столице продолжается республиканский семинар. Борьба с распространением контрафактной продукции. Опыт и перспективы. В его рамках специально приехали сотрудники Министерства юстиции Республики Казахстан, рассказавшие о мерах борьбы с производителями фальсификата. Подробности в следующем материале. В рамках второго дня республиканского семинара «Борьба с распространением контрафактной продукции. Опыт и перспективы» состоялось публичное уничтожение 12 тысяч единиц контрафактной продукции. Нелицензированные CD и DVD диски были изъяты у продавцов, сидящих в уличных палатках. Такое количество фальсификата представителями органов юстиции было собрано всего за два с половиной месяца. Сегодня у нас завершается двухдневная акция семинара, организована Комитетом по правам нестанавливательства собственности Министерства юстиции Республики Казахстан. Согласно плану работы, завершением данной акции является уничтожение контрафактной продукции на сумму более 12 миллионов тысяч единиц. Перед жестокой расправой над нелегальным товаром в одной из гостиниц Караганды состоялось продолжение семинара по теме борьбы с контрафактной продукцией. Напомним, республиканский семинар был открыт 22 августа. Пожалуй, его главной отличительной особенностью явилось то, что среди участников мероприятия были не только представители юстиции, но и судьи, выступающие в ходе следствия. Они поделились опытом судебной практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности. В целом, акция, конечно, положительная. Единственное, вызывает вопрос, как мы будем завтра бороться с контрафактом, потому что мы переживаем время смены носителей. Если раньше это были видеокассеты, потом диски, то завтра, наверное, это будут флешки. Потому что пиратство, как мы знаем, перекочевывает из области материальных носителей в область нематериальных, в интернет. Марк Брюшко, Саслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В преддверии Дня шахтера Аким области Бауржан Абдишев побывал на шахте Казахстанская. Глава региона ознакомился с производственной деятельностью этого современного угледобывающего предприятия. В дианах технологических процессов используется техника с высокой энерговооруженностью и производительностью. Расул Хузин работает на шахте Казахстанской уже 20 лет. Праздник Дня шахтера человек сильной профессии встречает на площади города кругу родных и близких. Желаю здоровья, счастья, благополучия и, что всегда, возвращались все домой шахтеры. По итогам 7 месяцев здесь перевыполнены такие показатели, как добыча угля, проведение горных выработок, нагрузка на отчистной забой. Выросла среднемесячная заработная плата. Аким области Бауржан Абдишев спустился в лау, введенную в эксплуатацию в июне нынешнего года. Во время беседы с горняками глава региона поздравил работников горнодом. Забывающей промышленности с профессиональным праздником. И отметил, что угольная отрасль всегда была флагманом казахстанской экономики. Вы не думайте, что шахтеры сами по себе руководцы, сами по себе местные исполнители, сами по себе. Мы одна страна, мы одна команда, команда нашего президента. Мы все казахстанцы, поэтому все ваши отчаяния, вопросы, мы это все знаем. Марк Брюшко, Марат Кулкенов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Форум моделей и талантов Fashion House International пройдет в Астане, специально к 20-летию дома моды Нурасем. В рамках этого мероприятия пройдет модельный показ, на котором будут представлены платья, которые создавались дома моды в течение 20 лет. Fashion House International – это прекрасная возможность для жителей Центрального и Северного Казахстана показать свои таланты и возможности. Региональный форум моделей и талантов Fashion House International пройдет в Астане впервые. Это универсальная площадка, созданная для открытия и продвижения новых лиц и талантов мира модельного и шоу-бизнеса в Республике Казахстан и за рубежом. До этого года мероприятие проводилось только в Москве и Алматы. В безграничной возможности мы готовы видеть и рассматривать заявки любого талантливого человека. Целью Международного форума является выявление и всесторонняя поддержка наиболее перспективных детей, подростков и творческой молодежи Казахстана. Это событие позволяет обмениваться опытом между коллективами и создавать условия для практической реализации собственных творческих проектов талантливой молодежи. На данный момент проходят кастинги в Караганде и в Астане, где мы смотрим на то, насколько квалифицированы у нас участники. То есть в номинациях модели и в номинациях таланты. В номинациях модели у нас несколько номинаций. Это подиумная модель, это фотомодель, это мисс Казахстан фэшн и мини-мисс Казахстан фэшн. То есть могут даже принимать участие дети в возрасте от 5 лет. Форум, организованный в честь 20-летия Дома моды, пройдет 29 сентября в отеле Риксос города Астаны. Также в честь этого события в рамках форума пройдет модельный показ, на котором будут представлены платья, созданные Домом моды Нурасем за последние 20 лет. По словам директора Нурасем Венеры Исиной, участники форума смогут показать все свои таланты в полной мере. Для этого необязательно иметь особенные данные. Совместно с фэшн хаус интернешнл города Москвы проводим такое большое мероприятие. Приедут жюри оттуда, они будут отбирать наших талантов. Главным призом конкурса является полностью оплаченная поездка на международный форум Майами, который состоится в марте следующего года. Для участия в мероприятии творческие коллективы и организации должны быть аккредитованы в региональном представительстве фэшн хаус интернешнл в городе Астана. Документы и материалы необходимо предоставить в оргкомитет форума не позднее 15 сентября этого года. Марк Блюшко, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. К нам обратились жители улицы Деповская, что в рабочем поселке Октябрьского района. На месте близ сортировки произошел разрыв коллектора. Как известно, он единственный в округе. О том, какие потери понесли жители этого поселения, узнавала наша съемочная группа. Не чистили, а легко спросить меня. Вот здесь бутылок, чтобы восемь валялась. Сверху они чистили, пошли. Я внуку провожала школу. Вот такая картина на улицах Деповская уже второй год. С наступлением весны в этом районе наступает период обильных паводков. Всему виной коллектор сточных вод. В настоящее время он находится в неисправном состоянии. По словам жителей села, затопление происходило здесь неоднократно. Но наиболее запоминающийся – это март 2013 года. Под водой оказалась вся деревня. Уровень воды достигал трех метров. Практически все дома понесли убытки. Восстанавливал каждый свое жилье самостоятельно, без чьей-либо помощи. Пока здесь будет бежать вода, оттуда, в СССР, здесь всегда так будет. Она здесь дальше не уходит, потому что зима, открыто место, и она перемерзает здесь. Закупоривает полностью коллектор льдом. Мы сами весной долбали, по самый верх. В этот коллектор вытекают канализационные воды с Тимиртау и со всей сортировки. Хотя этот участок предназначен для природных грунтовых вод. Кроме того, для лучшего поступления воды в канализационную сеть вырыты ямы, из которых фонтаном льется вода в зимний-весенний период, что ухудшает и без того тяжелую ситуацию горожан. Вот идет вода по этому коллектору оттуда. Здесь вырывает асфальт, потому что здесь все закупорено. И вода идет в дома, в огороды. Кто-то взял из, по-моему, водяники. На тракторе приехали, вот эти дырки, которые были, их надо цементом или чем-то закупоривать. Затопление берет начало от этой ямы. Вырыта она для лучшего прохождения сточных вод. Движение по этой дороге опасно, в особенности зимой. А что, какие тут уже слова? Они же все знают, все в курсе. Они прекрасно все знают. Все знают, а отличие. В марте 2013 года на место затопления прибыла целая делегация из Акимата Октябрьского района. Они ознакомились со здешней чрезвычайной ситуацией. Была оказана первая помощь, то есть была откачана вода из домов. Люди были эвакуированы из жилища в школу поблизости. Акимат планировал оказать помощь по восстановительным работам, но так и не сдержал своего обещания. Коллектор конвенционный, так как он в морозе был заморожен, на сегодняшний день отделом жилища города Караганды прорабатывают вопросы мероприятия по восстановлению данного коллектора. В середине октября мы уже восстановим данный коллектор. У нас дети уже в сентябре пойдут в школу. Мы переживаем за детей, потому что они попадут в эту яму так же, как и попадают вот в эту яму сейчас эти машины. Пока. Пока, да. Но пока еще люди не попадали, но могут и попасть, потому что люди, бывает даже у нас депо тут рядом, у которых люди работают, они ночные смены работают, они приходят со смены, и они могут попасть так же. Люди со страхом ждут следующей весны. Ведь если такой потоп повторится, он будет вдвойне сильнее, поскольку столбы с электрическими сетями с напряжением в 360 вольт тоже может рухнуть в любое время. Тогда любой человек рискует попасть под напряжение, но в особенности взрослые пережирают за детей, которые любят здесь играть. Бакат Гулюкасова, Жасулана Мандыков, Марат Такишев, Первый Карагандинский. В концертном зале «Шалк и Мак» ко дню шахтера поздравили почетных ветеранов шахтерской славы. Им были вручены цветы и ордена. Подробнее у нашего корреспондента. Торжественно открыл начало празднования Дня Шахтеров Аким района имени Казабекби Рустем Ковжанов. Уважаемые горняки, от всей души, от имени карагандинцев, от имени жителей района Казабекби поздравляем вас с праздником Днем Шахтера. В этот день ветеранам угольной промышленности были посвящены самые теплые и красивые слова благодарности. Ведь на протяжении долгих лет они своими руками, каждый день рискуя собственной жизнью, добывали уголь, тем самым присваивая статус угольного сердца страны Караганде. Еще раз хочу поздравить с нашим праздником профессиональным. Хочу сказать большое спасибо Акиму нашего района за то, что он сегодня присутствует. Вместе с нами поздравляю представительному руководству нашей корпорации. Большое спасибо. Поэтому давайте сегодня радоваться, веселиться, поздравлять друг друга. Большое спасибо. Большое спасибо также ветеранам. Ветеранам шахты было сказано море теплых слов, отданной почести. Но и не забыли про более слабую половину человечества. Крупкие женщины-шахтерки тоже были поздравлены и награждены. Галине Ткалич, главному геологу рудника Кусмурун Акбастал, торжественно вручили нагрудный знак Кеншиданка второй степени. Женщины тоже работают, работают подотворно. Женщины, ну может быть, немножко ответственнее, так скажем, относятся к работе. Работу свою любят, работают хорошо. В общем, наша геологическая служба не подводит, так скажем. Рудник не... Этот день был только для горняков. Ведь в свое время они добыли столько тонн угля, что даже и представить нельзя. Низкий вам поклон, дорогие ветераны шахтерской славы. Амина Смакал, Жасгабасов, Асхата и Бедулов, Первый Карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 24 августа в 19.00 на Каскадную площадь, где состоится открытие «Набережная и Нового фонтана». А также праздничный концерт, посвященный Дню Шахтера с участием звезд эстрада и ансамблей «Леся, песни» и «Дос Мукасан», групп «Мизикола» и «Кешью». А также приглашаем 25 августа в 16.00 во Дворец культуры горняков на традиционный конкурс песен «Тебе, пою Караганда». И в 19.00 на Каскадную площадь, где состоится зажигательный ретро-фестиваль «Молодые годы Караганды». В завершении праздничный салют. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok